Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светляется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас с программой «Мир православия». Мы заканчиваем рассмотрение чина утренних молитв, и последняя молитва, десятая молитва, в этом чине относится к Святой Богородице. Одну из молитв мы уже рассматривали в этом чине, эта молитва гораздо короче, последняя молитва, и, конечно, она как бы подводит итог всему этому молитвенному правилу. Потому что в ней заключено такое обращение к Матери Божией, как покровительнице, как ходатайце за нас. И, конечно, как каждый человек любит свою маму, так же духовный человек, христианин, он обращается к Святой Богородице, которая ближе всего находится к Богу. И в этой молитве вот такие очень важные прошения. С одной стороны, вот это обращение к Божией Матери, как Матери, которая слышит, которая защищает, которая помогает. А с другой стороны, просьба помочь бороться с духовными нашими немощами, с нашими падениями, которые заключаются во многих и многих отступлениях от Бога. И когда человек это осознает, он понимает, что нуждается вот в этой поддержке. И поэтому с таким трепетом, с такой даже, может, остротой он обращается к Святой Богородице, чтобы она над каждым из нас распрыла свой небесный амафор, покров свой. И она поддержала и укрепила в этой трудной духовной борьбе. Пресвятая Владычица моя, Богородице. Вот это первое обращение, такое вот нежное, трепетное. Моя Пресвятая Владычица, моя Богородица. То есть не наша, как бывает иногда в молитвах, потому что, конечно, Божья Матерь, она защитница, помощница всех христиан. Но вот здесь вот личное такое обращение, моя Богородица. То есть вот если человек искренне прочувствовал эту духовную связь, искренне молится Божией Матери, то действительно она становится ее духовной, духовной Матерью. И даже если он потеряет своих земных родителей, он может быть уверен в том, что Божья Матерь его никогда не оставит, если он стремится к тому, чтобы быть верным ее Божественному Сыну Господу, нашему Иисусу Христу. Поэтому вот о Божьей Матери очень мало сказано в Евангелии, но то, что сказано, имеет огромный смысл. Во-первых, сказано то, что она все слова о Сыне Своем и Сына Своего сохраняла в сердце Своем. То есть вот она берегла, как самое драгоценное сокровище, то, что говорил ее Божественный Сын. А с другой стороны, она сказала такую фразу при первом чуде Господа нашего Иисуса Христа в Кане Галилейской. Что не скажет вам, то сделайте. То есть вот что бы ни сказал нам Сын Божий, а конечно Он говорит нам то, что важно для нашего спасения, мы должны искренне от всего сердца это сделать. Вот она сама была такой и хотела бы, чтобы мы тоже были вот такими сыновьями, дочерями нашего Небесного Отца. Поэтому, конечно, вот если человек искренне к этому стремится, то возникает вот такая личная связь, личная связь, духовная связь с Божьей Матерью. Не зря столько много чудотворных икон Пресвятой Богородицы, не зря столько много молитв посвящено ей. Потому что, ну, этим мы как бы не заменяем ею Бога, вот, а именно обращаемся к ней как к той, кто ближе всего к нему находится. И имеет вот такое удивительное свойство, как ходатайство за нас. Даже несмотря на то, что Бог как всеведущий знает, что мы, может быть, мало исправимся, но она как мама, вот, которая любит даже своих заблудших детей. Даже, может быть, даже больше любит тех, кто падает и отступает от нее, порой оскорбляет ее. Вот, но все равно находатайство за нас, зная, что, ну, вот, любовь может победить все. И далее, вот, святыми твоими и всесильными мольбами. Отжени от меня. То есть, вот, святыми и всесильными. То есть, все возможно по просьбе Божьей Матери. Удивительно. Но важно, что, конечно, Бог не насильно нас заставит что-то менять в своей жизни, а если мы это захотим, захотим этого сделать. Да, то есть, вот, если человек обратится к Богу и захочет менять свою жизнь, вот тогда-то ее мольба всесильная, святая будет нам в помощь. Отжени от меня смиренного и окаянно вырабатывай. То есть, отгони от меня смиренного, ну, человек, который видит свою немощь, видит невозможность самому исправиться, конечно, он приходит в состояние смирения. Вот той духовной нищеты, о которой говорит Господь, что блажение нищет духом, потому что их есть Царство Небесное, которые за собой ничего не видят хорошего, а видя в себе что-то плохое, они взывают к Богу, чтобы Он помог им избавиться от этого. Вот и человек, который надеется на Бога, вот и есть смиренный человек, да, и окаянного раба, смиренный и окаянного, то есть, видящего свое окаянство, свое отступление, свое недостоинство перед Богом и взывающий к Нему о помощи, взывающим через Пресвятую Богородицу. И вот что же мы просим отогнать от нас посредством всесильных и святых молитв Божьей Матери? Жене от меня смиренного и окаянного раба твоего, то есть, жалкого, достойного сожаления раба твоего, уныния, то есть, это вот состояние Духа, когда человек теряет всякую надежду. Но в духовной борьбе нужно двигаться, нужно иметь надежду. И без этого невозможно преодолеть эти трудности, которые встречаются христианину на этом пути. Поэтому не время нам унывать, а время трудиться, подниматься. Даже если мы видим, что результат, ну, совсем маленький, мы хотим, может быть, сразу стать святыми. Но такого не бывает. Важно идти постоянно и каждый день маленькими шажочками, но достигать вот того, чтобы быть верными Господу. И вот ни в коем случае не отдавать себя во власть вот этого уныния, что ничего не получается, что я самый никчемный человек. Нет. Да, видя свои грехи, видя свои немощи, все равно взывать в Бога. А вера в Бога, надежда, как говорит апостол Павел, она не посрамляет человека. Вот поэтому нужно бороться против уныния. Забвение. То есть, забвение — это забывчивость. А при чем здесь забвение? Что за забвение? Ну, мало ли, что мы забываем в своей жизни. Но здесь имеется в виду, конечно, забывчивость о духовном остреблении человека. Откладывание вот этого своего спасения на завтрашний день. Ну, вот завтра я начну делать то-то и то-то. Или там выйду на пенсию, начну ходить в храм. Или, может быть, наступит пост, я пойду поисповедуюсь и причащусь. А будет ли это завтра? Вот. И не нужно откладывать свое спасение на завтрашний день. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому не нужно забывать о своем спасении. К своему спасению мы должны стремиться каждый день. Каждый день помнить завреди Божий. И понимать, что это самое главное в нашей жизни. Ищите прежде Царство Божие. Все остальное приложится вам. И если человек не забывает об этом, намеренно или ненамеренно, то, конечно, и успех в его духовной жизни будет гораздо более очевиден. Неразумие. Да, то есть понятно, что это здесь вот такое какое-то отсутствие рассудительности человека. Да, вот отдавание приоритета тому, что, в принципе, ну, на самом деле неразумно. И когда это понимаешь, то действительно приходишь в состояние того, что ведь разум дан для того, чтобы мы могли рассудить, что важно, что полезно, что спасительно. А то, что не так важно, оставить на потом. Или вообще из своей жизни, может быть, и удалить. А вот когда мы проявляем такую неразумительность, то проявляется у нас неразумие. Мы просим, чтобы Божья Матерь помогла нам иметь всегда вот этот разум незаблудный, как говорится в другой молитве. То есть вот незаблуждающиеся в том, что важно и неважно, что спасительно и что, наоборот, погибельно для человека. Нерадение. То есть отсутствие старания, отсутствие вот такого вот стремления, усилия, небрежения в своей, опять же, духовной жизни. Вот сколько такого в нашей жизни. И, конечно, нужно это удалять из своей жизни, потому что нерадение, ну, оно как такая язва. Чем больше мы в нем пребываем, тем сложнее его победить, тем больше оно обладевает нашей душой. Вот кажется, ну, завтра начну вот это. Ну, нужно сейчас начинать. Пусть немножечко, но сейчас начинать. И вот это усилие, ежедневное усилие в нашей духовной жизни, оно поможет победить вот эту лень, нерадение, которое бывает в нашей жизни. И вся скверное, лукавое и хульное помышление. То есть вот то, что делает нас душевно, духовно и телесно нечистыми, скверное, скверное, то есть вот нечистые, лукавое, это означает то, что это, ну, вот такие завистривые, нечистые, неискренние, да, вот наши устремления лукавые. И хульное помышление. Хула – это, ну, это, скорее всего, идет вот на Бога, да, то есть вот неверие Богу, порой какая-то насмешка над Богом, какие-то вот те наши мысли и порой слова, которые мы произносим, и тем самым вот оскорбляем святость Божию. Вот Господь в Евангелии говорил, что все простится человеку, даже если он будет говорить что-то против Сына Божия, но хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. А что значит хула на Духа Святого? Это значит вот насмешка и неверие в то, что Господь действует в нашей жизни, что Он помогает нам, что Он желает искренне нашего спасения. И если человек действительно вот пребывает в таком состоянии, то, ну, на самом деле, ему очень сложно достичь спасения будет, потому что вот это неверие, оно разъедает душу человека. Вот Господь ведь эти слова про хула на Духа Святого сказал тогда, когда фарисеи насмехались над тем, что Он исцелял людей, выгонял из них бесов, и говорили, что не Духом Божиим Он это делает, а Духом Лукавым. Вот, то есть вот меняли, пытались изменить мнение людей. Ведь люди говорили, что этот Пророк, Сын Божий, Мессия, а они говорят, да нет, это бесноватый человек, который этим же злым духом изгоняет вот этих же духов. То есть вот явное неверие и желание противодействовать воле Божией, которая является в спасении человека. Разве может нечистый дух изгонять самого нечистого духа? Ну, он бы тогда сам разделился в себе, как и сказал Господь. Вот, и, конечно, нам важно избегать этого. И когда у нас бывает вот на молитве или в нашей жизни такие хульные помыслы, мы должны помнить о том, что в первую очередь мы можем обратиться к Божьей Матери. Ведь она для нас образец чистоты, святости. И вот той искренности помыслов, той незапятнанности помыслов, которые она всегда имела в своей жизни, с самого младенчества и до ее успения. Очень важно вот, когда эти хульные помыслы у нас посещают, а такая борьба бывает духовная у каждого человека, вот, наверное, обращаться к Божьей Матери. Потому что она помогает нам приобрести вот эту чистоту помыслов. И вот что вот дальше говорится в молитве, мы просим, чтобы она отогнала от нас уныние, забвение, неразумие, нерадение, вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. То есть вот, если сердце человеческое завалено вот этим унынием, нерадением, хульными помыслами, то оно и является омраченным, в нем нет света Божия, в нем вот эта греховная темнота. Но если человек решается изменить свое сердце, а ведь Господь от нас хочет именно нашего сердца, вот чистого сердца, которое стремилось бы к нему искренней, не лицемерной любовью. Поэтому, конечно, тогда свет Божий воссияет в сердце человека. Важно этого захотеть и начать борьбу с этими грехами. И вот приходит вот эта чистота, чистота сердечная, и уходит вот эта помраченность ума. Опять же, вот не чистота сердечная, да, это греховная жизнь человека. Помраченность ума — это когда грех заблодевает человеком. Когда человек начинает духовную борьбу, борьбу с этими грехами, Тогда приходит просвещение ума. Вот крещение тоже называется еще просвещением человека, потому что все грехи человека смываются. Он становится просвещенным светом Божьим, светом блаженственной благодати. И вот тогда происходит просвещение. При греховной жизни помрачение, при духовной жизни просвещение человека. И Божья Матерь в этом нам помогает. И далее вот говорится, «И погаси пламя страстей моих, яко нищ есть м и окаянин». То есть человек, живущий греховной жизнью, он всегда как бы горит вот в этом огне страстей. Они сжигают его. И чем больше он стремится к этому, к этим страстям, тем сильнее, жарче этот огонь. Но самое страшное, что этот огонь будет нестерпимым и вечным, если человек здесь, на земле, не победит эти страсти с Божьей помощью. Потому что здесь он имеет хотя бы возможность их как-то осуществлять. Ну, там, блудник, жить блудной жизнью, там, пьяница, там, употреблять алкоголь. А ведь когда умрет, у него не будет этой возможности. Не найти там алкоголя, ни наркотика, там, допустим, ни каких-то объектов для блуда. А душа к этому привыкла. И что будет? Вот это будет вечный мужчина, вечный огонь. Вот сейчас он мучает человека, он не может от этого отказаться, потому что тянет его. Но решительность и обращение Божьей Матери помогает преодолеть вот эту зависимость, которая возникает по отношению к любому греху, к любой страсти. И вот этот огонь погаснет, в сердце человека зажжется другой огонь, божественный огонь, который тоже очень сильный огонь. Но в отличие от страстей, он не сжигает человека, не мучает его, а просветляет его. И делает благодатным его. И чем больше ты зажжен вот этим божественным огнем, тем больше его хочется. Вот. И вечность, вот вечность с Богом, пребывание с Богом, это все больше и больше зажжение сердца человека, вот этим огнем божественной любви, к которому мы и должны стремиться. И избавим от многих и лютых воспоминаний и предприятий, то есть жестоких, пагубных мыслей, образов, и замыслов, и намерений, которые часто есть в нашем сердце. И от всех действ злых свободимя. То есть вот и от наших злых действий, и от тех действий, которые злые духи нам предлагают осуществить, якобы для нашего же удовольствия. Дьявол, как говорит преподобный англесичник, сначала грех делает в глазах человека, в его уме, в его сердце, чем-то таким вожделенным, сладостным. Вот. И когда добейся, получи это удовольствие, но когда человек согрешает, дьявол начинает в его сердце совсем другое действие, уныние, что вот теперь невозможно вернуться к Богу, невозможно покаяться. Вот нужно избегать этих злых действий. Вот. И всего того, что нас действительно отдаляет от Бога. Даже воспоминаний и предприятий. Вот того, что мы порой, человек думает, вот какие греховные образы у него были. А нужно не воспоминать вот это злое, отсекать его сразу же от своего ума. И Божья Матерь здесь вот именно нам и помогает. Я благословенно истиняю от всех родов, то есть от всех человеческих родов, даже не только от человеческих, но и от английских родов, потому что, посвятая Богородие, если честнейшая Хюргима, славнейшая Бесранея Серафима, и славится причестное имя Твое во веки веков. Аминь. Да, то есть вот Божья Матерь, как и сказано в Евангелии, что отныне будут ублажать меня все роды. То есть вот все, сколько бы ни было, ни жила человечество, сколько бы ни было родов человечества на земле, Божья Матерь будет прославляться через их жизнь, через то, что они будут призывать ее к себе на помощь. И так это и происходит. И Церковь Божия этому свидетельница. Вот такая удивительная молитва Божьей Матери, которую, конечно, мы обращаемся как искренне, как сын, как дочь к своей Матери, которая имеет всесильную и святую поддержку для нас перед Богом. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Всякая душа оживится И чистотою возвышается, светлется троеческим единством Священно Тайне, Священно Тайне. Субтитры создавал DimaTorzok